Владимир Путин тут намедни заявил, что свобода слова в России все-таки есть. Это дело гарантировано Конституции. Такое заявление президент сделал во время интервью нашим монгольским коллегам перед тем, как поехать в эту замечательную страну. Ну что ж, это замечательно. Это прекрасно. Если свобода слова действительно есть, то хотелось бы, наверное, какой-то справедливости. К чему я веду? Дело в том, что все вы хорошо знаете в конце апреля текущего года на ребят из прекрасной России, не побоюсь этого слова, членов нашей команды, наверное, даже команды реальной журналистики, в том числе на Евгения Анитимова, на Евгения Русских был совершен в прямом смысле налет. По-другому я это назвать не могу. Все это произошло ранним утром, когда к Жене Анитимову в квартиру ворвались маски шоу, устроили какие-то обыски, затем забрали человека, увезли, продержали сутки. Почти в камере предварительного заключения, как выяснилось после. Все это было в рамках уголовного дела о клевете. По результатам одного из его журналистских расследований. Слава богу, вмешались наши коллеги, нахрапом не получилось, шум подняли до небес. Пришлось сдать назад, что называется. Ну вот с тех пор прошло 4 месяца. Многие мне пишут, что там, как дела у Анитимова, мне тоже стало это интересно. Я ему позвонил и говорю, слушай, давай ты возьмешь и в интервью сам расскажешь, как у тебя дела, что происходило все эти 4 месяца, куда продвинулось следствие, если оно вообще продвинулось. Ну и вот я предлагаю дать слово самому Анитимову, потому что история там просто укатайка. Сидеть и молчать, ну наверное, уже больше дальше нет смысла. Прошло еще раз 4 месяца с того момента, как человека сластали под фанфары. Это все видели, ну вся страна-то точно это видела. Так вот, что произошло за эти 4 месяца и на какой стадии находится вообще дело и находится вообще следствие. Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут. Внимание на экран. 23 апреля к тебе пожаловали в гости сотрудники Следственного комитета или что там за сотрудники были? А я вообще не понял, что это за сотрудники были. Там вроде как бы один следователь был и какие-то смеси из каких-то якобы спецподразделений, такое ощущение, как будто гопота какая-то. Я вообще не понял, что это было и кто это были, понятное дело. Никто не представился, удостоверение не показал. Но в процессе же обыск какие-то документы все равно предъявили. Слушай, мне поставление об обыске на третий час только показали перед тем, как мы поехали. Чтобы я расписался в нем, что ознакомлено. К этому времени меня уже отмутутить хорошо успели. Я услышал утром какой-то стук. Это было без 15.7 утра. У меня была дома до этого проблема со стиральной машинкой, неправильно была установлена. И почему-то я машинально подумал, что мы затопили соседей. Поэтому я не глядя открываю дверь и вдруг мне бах, удар сразу в рожу. Там, насколько я понимаю, уже решетка стоит там до полтора. А ее они сломали. В лестничной клетке. Дети в квартире были. Детей, они и женщин по разным комнатам сразу же заблокировали. Моей маме 73 года. У нее случился гипертонический кризис, давление более 250. Ей не оказали при этом никакой помощи. У нее два инсульта до этого перенесено было. То есть она говорит, вызовите скорую. Мне куда-то позвонили, вроде как бы вызвали скорую, вроде не вызвали. Никто так и не приехал. Адвокатов вызывали, была такая возможность. Какие адвокаты? Я требовал, когда адвокаты, меня еще сильнее били. А чем мотивировали? Ну вот потом же все равно прошли сутки. Ты там сутки почти пропарился в камере предварительного заключения. Потом было, насколько я помню, судебное слушание по поводу меры пресечения. Все равно же что-то кто-то затем объяснял. Мы пришли вот за этим. Меня сразу спрашивали, кто-то что-то должен был сказать. Меня сразу же спрашивали, что я еще знаю про Новорока. Вот так вот. Да, вот эти вот люди, не представившиеся, кто в черном, кто в зеленом, это какие-то, я так понял, полицейские спецподразделения именно были. Что-то типа СОБРа и так далее. Значит, спрашивали меня, что я еще знаю про Новорока. Вот. Значит, то есть это вообще не скрывалось абсолютно никак. Нет, ну, я говорю, а дальше же через сутки был суд по мере пресечения. Там на суд уже приехали адвокаты. Нет, ну, адвокаты ко мне пришли сразу же. Они же не задавались и должны были что-то что-то. Слава Богу, что у нас в офисе была система видеонаблюдения, которую они потом, кстати, вывели из строя. Но таким вот образом оказывается мой коллега Евгений Русских и лучший друг, с которым мне сейчас нельзя общаться, но об этом мы поговорим позже, как раз собирался на работу и посмотрел, заглянул в эти камеры наблюдения, увидел, что такое происходит, успел вызвать адвокатов и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы приехали уже в следственный комитет, ко мне адвокат Наталья Волкова все-таки прорвалась. Ее тоже какое-то время не пускали, потом все-таки вынуждены были пустить. А что мне инкриминируется? Мне инкриминируется якобы клевета в отношении вот этого уральского олигарха и латифундиста Богдана Новорока и вмешательства в его частную жизнь. Но касаемо клеветы, во-первых, в расследовании были все необходимые документы, которые подтверждали все. А во-вторых, мы предоставили еще отдельные специально, более 200 страниц документов, даже то, чего не было в расследовании, то есть еще дополнительные. И обвинение до сих пор не снято. Равно никак не снято вмешательство в его частную жизнь, когда мы уже вместе со следователями, а там в следственной группах была создана из 11 следователей, чтобы привлечь нас к ответственности, посадить. И она потом позже была расширена до 12 следователей. Значит, мы вместе с этими следователями составили акты осмотра всех интернет-ресурсов, откуда была взята информация, она была взята только исключительно из открытых источников. Мне инкриминируется показ фотографии этого Новорока, так как он не давал на нее разрешение, хотя она была взята из интернета. Якобы его паспортные данные, хотя там и данные места регистрации, хотя там его не было. Насколько я говорю, там замазано все было? Нет, паспорта Новорока там не было, в принципе. Но какие-то в документах там было все-все-все. Да, 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 все было замазано. Даже то, что в открытом доступе лежит, мы и то не стали с персональными данными демонстрировать. Но касаемо самого Новорока, ничего вышеперечисленного нет, но обвинения не сняты. Срок расследования по делу продлен аж на 4 месяца до 19 октября месяц назад был. То есть получается, что у меня есть мера пресечения, запрет определенных действий. Выражается он в запрете общения с фигурантами дела, коими привлечена вся наша редакция. Скажу, что мой лучший друг и коллега Евгений Русских, и второй соучредитель студии, наш оператор по совместительству технический директор является по делу подозреваемым. Ему, к счастью, обвинения не предъявили, что мне сделали в первый же день, как привезли следственный комитет. Игорь Вахрушев, второй корреспондент, который иногда выполняет функцию оператора, является свидетелем по делу. То есть мне с ними общаться нельзя. Работа редакции фактически все это время стояла, но нашли способ, так как Евгению Русских с Игорем Вахрушевым можно общаться, они вот сейчас активно работают. Сейчас на момент записи этой программы они находятся в Челябинске. Ты уже рассказываешь, где они находятся на момент записи этой программы. Но вот смотри, ты говорил, что первые два месяца даже на допрос не вызывали? Да, вообще абсолютно не вызывали. Мы на все допросы напрашивали сами. Более того, откликнулось бывшее руководство Росниевых, того института, у которого наворок эту землю. Не будем говорить спер, скажем так, прихватизировал. Не слабо так, 3800 гектар в Екатеринбурге. Зам. директора Росниевыха Константин Кочнев долгое время напрашивался на допрос, его не хотели допрашивать. Его допросили только после того, как мои адвокаты устроили брифинг вместе с ним прямо в редакции для журналистов других СМИ. Вот когда брифинг устроили, когда об этом другие СМИ написали, только после этого они его вызвали на допрос. Но потом еще мурыжили, переносили, 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 переносили. Также точно вынуждены были допросить после того, как опять же в СМИ снова появилась информация об этом. У нас все происходит только после того, как где-то что-то опубликовано. Я так понимаю, нет этого как черт отладно, что эти новороковские следователи, что сам новороков. А вот вообще какие-то допросы, какие-то очные ставки, что-то еще, вот это же все в рамках долга. Саша, там был такой следователь Бабешко, который приехал в наш город из небольшого городка Карасук Новосибирской области. Очень-очень маленький городок. И не будем его биографию рассказывать, но, по моим данным, он жил там очень небогат. Здесь я посмотрел его подноготники, он дела вел. Не будем перечислять их все, но дела очень похожие на заказные. Так вот, ему, видимо, очень стыдно было в глаза мне посмотреть. И он, во-первых, меня не вызывал на допрос. Во-вторых, сам, когда мы сами напрашивались на допросы, когда не допрашивал, все время кого-то посылал каких-то своих этих следственную группу, скажем так. То есть он с нами общаться вообще не хотел. Я вынужден был написать заявление на этого следователя в Центральный аппарат Следственного комитета о его заинтересованности, о том, что он фактически сорвал пресс-конференцию, проализовал работу редакции. Не проверив данные, возбудил уголовное дело. После моего заявления следователя нам поменяли. Теперь там некий Берг, который разговаривает очень странным образом. Ему показываешь прям документ. Вот, пожалуйста, вам. Вот свидетельство о праве собственности на землю, выданное на Институт Росниевыха, на ФГУП. Вот свидетельство, которое оформляет фирма Новорока. Как так может быть? Вот эта земля и владеет Федеральное государственное унитарное предприятие, и он оформляет эту землю себе в постоянное пользование. На что мне следователь говорит, а что? Если ты купил Жигули, и у него два ПТС, то что будешь делать с ними? Ну, в суд, наверное, надо пойти. А тут же никто в суд не пошел. Я говорю, так а в этом научно-исследовательском студии знали, что кто-то на ей землю оформил свидетельство? Он говорит, но комментс. Я показываю документ. Там была очень интересная операция сделана. Я полагаю, что эта земля была перепродана между двумя фирмами Новорок, чтобы легализовать, и чтобы последняя фирма комплект техмаркет стала добросовестным приобретателем. Ну, так или иначе, я показываю, вот договор, сумма сделки. Ну, там, опять же, там не земля, там здание и сооружение, землю они позже оформляли, и это вообще очень интересно, как они смогли оформить собственность. Ну, так вот, здание и сооружение, 62 миллиона, сумма договора продажи, да? Говорю, вот справка, которую они дают в антимонопольную службу о том, что сумма сделки не превышает 30 миллионов. Я говорю, для чего? Ну, тут же ясно, что это, чтобы не было проверки антимонопольной службы. А он мне говорит, а ты всегда дорогу переходишь по зебре. Мы же все не безгрешные. Представляете себе, это вот так следователь ведет себя. День твоего задержания должна была пройти пресс-конференция, где вы как раз должны были представить общественности журналистам какие-то доказательства по поводу своего расследования. Вы ее широко анонсировали. Да, туда были приглашены все СМИ, и многие намеревались прийти. Но, понимаете, я думал, что они чуть умнее, потому что вот, стоясь в пресс-конференции, ну, пришло бы туда представитель 25 СМИ. Ну, пять бы кратко об этом написали, потому что у нас уже очень мало осталось расследователей, журналистов. Но то, что они сделали с этим запарком у меня дома... Ну, может, прошло три дня, и они бы все благополучно забыли. Конечно. А тут не забыли. Учитывая, какой они цирк с запарком устроили у меня дома, это задержание, суд, понятное дело, что об этом написали все, кроме одного СМИ. Не будем его называть. Ну, думаю, что там какие-то финансовые взаимоотношения. со спонсором всего этого действия есть. Ну, вот сейчас, что происходит в данный момент? То есть, первые два месяца вас вообще никуда не вызывали. Насколько я и с твоими адвокатами общался, и с тобой мы периодически общаемся. Ты расскажу, да, вот тут два месяца истекает срок, вроде как, как бы хоть бы раз пригласили куда-то. Вот сегодня уже, ну, четвертый месяц пошел. После тех знаковых событий, да, уже четвертый сегодня. Да. Вот. Что, на какой стадии все это? Ну, понимаешь, Саша, давай начнем с того, что я, я так понимаю, был расчет на то, что все по гоп-стопу пройдет. По гоп-стопу возьмут меня, по гоп-стопу возьмут Женю русских, отправят в какую-то пресс-хату, прессанут, и мы подпишем все, что надо. Так не получилось. Уже все пошло не по их плану. Кто они с этим делать, я так думаю, они сейчас как раз активно думали первое время, ничего придумать не могли, и теперь поняли, что надо только тянуть время. Через одного общественного деятеля, небезызвестного и тебе, и мне, и нашим зрителям, выходит на меня с предложением договориться. То есть, вплоть до того, что предлагают какие-то даже финансовые плюшки. Но главное закрыть это дело тихо, мирно, где-нибудь в суде, и так далее. На основании этого решения суда, значит, о примирении, и потом закрыть уголовное дело. Так как в стране той веры никакой нет. Ну, потому что, конечно, ты сегодня с ними договорился, а завтра тебя обвинят в вымогательстве. Вот именно, вот именно. То есть, мы такие случаи уже знаем, их было миллион. Но очень настоятельно советуют договориться, потому что говорят, в противном случае мы можем тебе повесить какую-то политическую статью. Я говорю, какую? Вот подождите, я не являлся политическим деятелем, я не являлся общественником, я не проводил митинги, я даже извиняюсь, про Путина-то ничего не говорю, это не сфера моих интересов, а сфера моих интересов журналистские расследования. И только по нашим репортажам было возбуждено в прошлом году шесть уголовных дел, пять тем же самым следственным комитетом, одно МВД, сменился целый мэр Перми, более чем миллионного города. И как бы всегда мы ожидали вот такую реакцию, и она была. Реакция, которую мы сейчас увидели, это впервые за 25 лет моей журналистской практики, Саша. Поэтому мне тоже интересно, чем это закончится, но не буду раскрывать все планы, мы сейчас, конечно, будем активно работать над тем, чтобы этот цирк прекратить. По крайней мере, до 19 октября сейчас вы не можете полноценно работать. Нет, не можем, потому что я не могу общаться с людьми. Из-за этого, Саша, ты же понимаешь, что мы, как бы, чтобы содержать всю инфраструктуру нашу, студию, мы же занимались каким-то бизнесом. То есть у нас был небольшой рекламный бизнес, мы делали рекламные ролики для телевидения, которые даже у себя не показывали, мы их по заказу делали. Мы их снимали, нанимали людей, режиссеров, операторов, приобрели дорогостоящую технику для этого. Но за счет этого мы жили, и мы обеспечивали себя, мы могли, имели возможность снимать целую студию на эти деньги. Да, частично мы периодически просим донаты, но не всегда. периодически зрители помогают, но большую часть денег мы зарабатывали сами. Но шутка или расходов более 250 тысяч в месяц у нас на поддержание этой инфраструктуры. Сейчас мы уже четвертый месяц эти деньги не зарабатываем, потому что это работа командная. Это реально работа командная. Ну, что делать? Я не знаю, как дальше жить и быть, и поэтому ситуация все плачевнее и плачевнее у нас финансовая, но нашли способ, как возобновить работу, поэтому пока на голом энтузиазме работаем. Да, ребята ездят в командировку, да, просим действительно людей покрыть расходы на приезд, отъезд и так далее, но ничего большего пока ни с кого не берем. Но помощь нам, конечно, требуется, и мы сейчас будем предпринимать все действия, чтобы этот цирк действительно прекратить и дело это закрыть, поэтому, конечно же, тут есть меры, такие как прокуратура и суд, будем активно этими ресурсами пользоваться, тем более, что нас поддержали на удивление депутаты Хинштейн и Глазкова. Глазкова написала обострыкину запрос депутатский, Хинштейн отправил депутатский запрос в прокуратуру Свердловской области, но пока ответа нет ни там, ни там, прокуратура пока молчит как рыба, а мне приходят какие-то тупые отписки, что я говорю, зачем у меня были спецподразделения, говорю, меня фактически 12 человек или там 15, я даже не считал их, ну больше 10 их было, избивали в течение трех часов, мне было назначено, сняли, мне даже было назначено лечение, мне уколы кололи, я пишу это, скидываю медицинскую справку, а мне говорят, а вы не жаловались, как вы не жаловались, мы в прокуратуру отправляли это все, как понять, мы не жаловались на задержание, я пишу, что мы предоставили все документы, касающиеся, подтверждающие каждое слово расследование, мы посмотрели все вместе все интернет-ресурсы, с которых мы брали информацию, протоколами зафиксировали, что информация была взята оттуда, никого вмешательства в частную жизнь, этого самого наварока не было, мне опять говорят, это все ваши домыслы, то есть, тянут, тянут, тянут резину. Но есть института поломынешного по правам человека, не проводится, как у Союза журналистов, хотя я в эту структуру вообще не верю, но в принципе, данные ситуации для средства хороши, А ты думаешь, наша госпожа Мерзлякова уполномоченная по правам человека не знала о случившемся? Ну, я просто помню, помню, госпожу Мерзлякова, там, с незапамятных времен, она, по-моему, уполномоченная по правам человека работает, лет, столько не живут. Да. с конца 90-х годов, в принципе, она такая адекватная. Слушай, все СМИ написали, ты думаешь, Мерзлякова об этом не знает? Может, обращение ждет, у нас же чиновники как реагируют? может, давай, попробуем. Пока ты мне не пожалуешься, я реагирую. Меня вроде как не просили, я вроде как не вмешиваюсь. Может быть, в администрацию губернатора пытались обращаться с этим вопросом, чтобы они как-то поучаствовали. Я не знаю, все русское областное. Саша, вот тот самый общественный деятель, который приходит ко мне с предложением переговоров, знаешь, я скажу тебе так, он мне сказал вещь, я не знаю, можно верить, не можно, но как он мне сказал, что это все было сделано с санкцией губернатора. Я в этом сильно сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь, где не озвучиваю. Все вот эти вот якобы переговорщики, они там всегда приходят и расскажут какие-то сумасшедшие сказки о том, что да я захожу в этот кабинет и в тот, да меня все знают, а на поверку оказывается там идешь сам сколько раз был свидетелем такой ситуации, идешь здесь, навстречу тебе тот самый человек, про который он рассказывал, что он мой лучший друг, но я-то его по работе два раза видел. Еще очень интересная вещь, вот этот самый Новорок после написания заявления на меня снял себя с поста директора всех своих многочисленных АОшек и ООшек, а также его жена и, ну скажем так, очень близкий бизнес-партнер Екатерина Борисова вышли из состава учредителей. То есть, сейчас он вроде как бы, судя по базам данных, остался только в одной фирме промо-развитии, и то это возможно уже информация просто еще не успела обновиться. Получается, что он вообще уже даже не бизнесмен, а просто безработный здесь. Поговаривают, что он уже в Алма-Ате, недвижимость приобретает. Я не ручаюсь за эту информацию, но очень на то похоже, что и денежки туда тоже выводятся. У нас страна сейчас живет в условиях санкций. У нас каждая копейка на счету, у нас останавливается строительство школ, больниц. Мост через Лену не могут в Якутии построить. У нас в Екатеринбурге старые троллейбусы до сих пор ходят. А тут шутка ли, цена, это если оптом эту землю сейчас покупать по рыночной цене, эти 3800 гектаров, как мне говорят риэлторы, это 100 миллиардов. Шутка ли, бюджет Екатеринбурга годовой 80 миллиардов, а тут 100 миллиардов. Если эту землю продать на нормальном, честном конкурсе, ты же понимаешь, бюджет мог получить эти 100 миллиардов. Мы все врачи, учителя. А сейчас-то что? Почему? Я не понимаю. Я вот одно знаю, что у нас в стране не наказывают за то, что воруют, у нас наказывают за то, что крысят. Но здесь-то прям все явно. Ну, будем надеяться, что в этот раз, тем более, мы же наблюдаем сегодня процессы, которые происходят, в том числе, в большой политике. Ну, я так понимаю, Минобороны сейчас достаточно. Там еще разгребать Авгивию конюшни столько времени надо, что сюда они еще не скоро подключатся. Тем не менее. Ну, и вот такой еще вопрос. Ты говорил, ты уже упоминал фамилию Бастрыкина, но ты изначально говорил, что Бастрыкин был в курсе этой ситуации, вроде как, там даже брал дело на контроль. Нет, не этой, не этой. Там же еще другое уголовное дело, где мы вместе с Евгением Русским потерпевшими, признанное. И сейчас суд идет в Ставропольском крае по поводу нападения на нас. То, что на нас напали в прошлом году в Ставропольском крае гопники местного депутата. Сейчас суд идет, мы не имеем возможности туда поехать. Мы потерпевшая страна, там все время откладывается, переносится, а мы не можем доехать до суда, где судят те, кто на нас напал из-за этого уголовного дела. Опять шутка ли? Нам говорят, нет технической возможности ВКС устроить, потому что ВКС по пятницам не проводится, а там так все подстроено, что адвокаты подсудимых могут только по пятницам. Ну, вот так вот, да, специально сделано. Мне шлют повестки, десятки уже у меня их лежат, а я не могу на суд приехать. Под занавес, к слову, хотелось бы напомнить еще и о существовании статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статья воспрепятствия законной деятельности журналистов. Так просто, к слову, напоминаю, что такая статья существует. Да, наверное, у кого-то сейчас вот эти вот мои слова могли вызвать улыбку. Кто-то уже там начал строчить комментарии, ну, это же Россия, здесь одним все можно, а другим нельзя. Ну, так да не так. Напомню, также, что последние события вокруг Минобороны показали, что неприкасаемых в нашей стране больше нет. Я думаю, шу, вот этот вот, тем более высосанный из пальца. Это просто шум. Я очень надеюсь, что все закончится по справедливости. Спасибо, что вы слушали. Это была Реальная журналистика, это была Прекрасная Россия, Евгений Анисимов, Александр Романенков. Увидимся, услышимся, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова